Каждое утро сотрудников Управления потребительского рынка и услуг начинается с совещания, на котором присутствуют все. Коллектив состоит из 16 специалистов, активных борцов за справедливость. Руководители Елена Подмаркова формируют план на день. Главная задача – обеспечить жителей качественными услугами питания, торговли и бытового обслуживания. А подконтрольных объектов мытищих – более 5 тысяч. В 2024 году Управление рассмотрело более полутора тысяч обращений и заявителей от граждан с теми или иными, так скажем, жалобами. Все эти обращения обрабатываются сотрудниками с выездом на место, вникая в ту или в суть данного обращения. Для того, чтобы полностью устранить выявленное, допустим, нарушение и дать своевременный, правильный и полный ответ заявителю. В основном неравнодушных горожан беспокоят внешний облик магазинов и торговых центров. Разрушенные входные группы, граффити и разбитые витрины – все это отталкивает местных жителей. Посещать ухоженные здания всегда приятнее. А еще мытищинцы периодически жалуются на нарушение закона о тишине. Нередки случаи, когда из разных заведений музыка по ночам звучит слишком громко. И с этим управление успешно справляется. Но больше всего внимания притягивает незаконная торговля. Овощи, фрукты, ягоды на рынках выглядят порой как на картинке. Вот только документы на них есть далеко не у каждого псевдовладельца. Мы составляем акт о нарушении, изымаем продукцию, которая продается незаконно на территории городского округа. Мы ее изымаем и перенаправляем, привозим на склад временного хранения данной продукции. И уведомляем незаконного предпринимателя о том, что он имеет право в течение 24 часов приехать забрать свою продукцию, только при условии, предъявив документы на нее. Работа в этом направлении важна не только для горожан, которые подвергают свое здоровье опасности покупая непроверенную продукцию, но и для добросовестных предпринимателей. А вычислить нелегальных бизнесменов зачастую помогают обычные камеры. У нас есть также камеры безопасного региона, которые установлены по территории городского округа и на объектах торговли. И данные камеры, искусственный интеллект имеет возможность распознавать нарушения в виде, допустим, незаконной торговли, либо выносной торговли за пределы павильона. Главное своевременно отслеживать поступающие задачи в телефоне, в мобильном приложении, выехать на место, подтвердить либо опровергнуть то, что у нас видеокамера сфотографировала. Отследить на камерах такие нарушения помогает мобильное приложение. Посодействовать этому могут и обычные жители. Если вы столкнулись с незаконной торговлей, смело сообщайте по телефону, который видите сейчас на экране. Зайдя в данное мобильное приложение, мы видим поступившую задачу, а именно это карту с геолокацией нарушения и фотографию с камеры, где это нарушение нам наглядно показано. В настоящий момент нам поступила задача по легализации торгового объекта, расположенного на территории рынка СБ-щит. Чтобы закрыть данную задачу, необходимо сделать пару фотографий с выбранного камерой ракурса, а также приложить договор. Следующая задача управления – приведение объектов торговли в надлежащий вид. Как говорят, встречают по одежке. Правда, здесь речь идет совсем не о человеке. Надлежащий вид – это привести объект в его состояние в соответствии с правилами благоустройства, архитектурного облика городского округа. Соответственно, наша задача стоит в том, чтобы связаться с руководителями либо собственниками данных объектов, довести до них информацию, что, допустим, объект у них ненадлежащий выглядит, либо морально устарел. Сейчас жизнь невозможно представить без посещения как крупных торговых центров, так и продовольственных рынков. Благодаря деятельности управления делать это с каждым днем становится все проще и приятнее. А значит, свою работу они выполняют на отличном.